здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем разбирать плагины под программу vox команда и сегодня во первых скажу сразу что я оставил только те плагины которые действительно заслуживают внимание остальное подключил и данное видео я бы хотел посвятить именно выносным модулем от компьютера именно системе arduino так называемый сразу хочу внести ясность arduino по сути это название нарекательное то есть иными словами это все равно что вы липкую ленту называете скотчем машины типа пикап джипами то есть это и бренд и одновременно с этим условное название устройства так сразу скажу из всех плагинов мы будем использовать плагин tcp для связи с внешним устройством создание сервера но это способ подключения скажу о нем немножко позже и плагин питона для общения с модулем arduino значит касательно плагина питона я не буду разбирать его видео однако я вас очень прошу пройдите группу посвященную каналу вконтакте и здесь есть целый раздел по плагину питон как с ним работать что это такое все очень подробно никита рассказывает знакомьтесь пожалуйста это будет важно потому что с питоном работать придется частенько это очень хорошая база так прежде чем мы что-то будем писать кстати хочу сразу сказать в этом видео не будет длинных текстов каких-то разборов именно кода и так далее но это будет более менее пояснительное такое видео что вообще такой arduino с чем его едят как с ним работать что это такое то есть мы сначала заберем что такое arduino разберем аппаратную часть потом будем разбирать программную часть чтобы вы имели представление я не буду лезть в эти дебри сразу скажу потому что очень много чего можно об этом сказать очень много вещей может работать на arduino и устройствах с подобным arduino ну вот мы просто рассмотрим что это такое значит сама платформа arduino есть естественно несколько моделей разного функционала и так далее это по сути ну самые ходовые это у на и мега различаются в основном только количеством сокетов рабочими зонами сейчас все будет буду рассказывать подробно непосредственно arduino это база микропроцессора то есть вот этот микропроцессор непосредственно держит себе некую программируемую инструкцию к действиям и сама arduino на данные вот пины на ножки может выдавать какой-то сигнал или получать какой-то сигнал то есть через вот эти сокеты порты происходит обмен информацией процессор перенаправляет или делает какие-то действия то есть в эти сокеты это универсальная платформа можно подключать различного рода термодатчики реле выводные панели лет панели то есть очень много устройств которым он работает тут примеру экран вывода информации как вы видите вот пример подключения или к примеру реле сухо замкнутыми контакторами то есть есть колодка питания есть колодка сигнала все это последствия между собой синхронизируется и работает значит для тех кто в танке совсем объясню что реле что такое реле вообще вот эти вот булочки так вот реле это такая система с одним входом и двумя выходами свобод в спокойном состоянии допустим выход из замкнутого так и мы отсюда сигнал вводим и отсюда его получаем при возбужденном состоянии реле перекидывает соединение вот так и выходной сигнал уже будет по вот этому каналу соответственно релюшки используется чаще такого типа чаще всего используется в электроцепях для разрыва фазы как выключатель только включать и выключать его будет данном случае контроллер микроконтроллер arduino с этим мы более менее поняли что arduino это мозги условно скажем все остальное навесное это уже зависит от того что вы от нее будете требовать и какие манипуляции вы захотите точно также и датчики и термо датчики и роторы постоянного тока и роторы двигателя постоянного тока извиняюсь может быть еще какие-то устройства более подробно во первых можете ознакомиться на самом сайте arduino посмотреть модели платы как это все работает или к примеру вот я листал youtube нашел неплохой канал бесплатную рекламку им сделают но здесь есть очень хороший такой курс для начинающих для arduino цепи как это все используется можете ознакомиться я сейчас в это вникать не буду голову вам морочить вопрос именно в том для чего и как как выглядит arduino как с ним более-менее работать и как его интегрировать vox так с этим мы разобрались с аппаратной частью я надеюсь мы разобрались тут все ясно я думаю теперь поговорим о способах соединения существует два способа соединения платы arduino непосредственно с компьютером первый способ это применение шнурка стандартный квадратный шнурок такой же как и от принтера от любой другой оргтехники через порт usb второй способ соединения это навешивание на плату arduino так называемого wi-fi шилда но вот эта версия шилда довольно габаритная есть более мелкие могут выглядеть по-разному но своего рода модуль wi-fi то есть к этой плате по вот этим сокетом просто подтыкается вот такая дополнительная плата она является как платой приемником wi-fi сигнала по коду 800 802 11 то есть стандартный вайфай вский broadlink так и точки доступа вайфай но чаще всего именно шилд используется просто как приемник сигнала вайфай то есть вы куда-то по квартире бросили ардуинку и по вайфай ее соедините зависимости от того каким образом вы соединяете свой arduino с компьютером от этого и зависит то как vox будет связываться непосредственно с устройством но пока мы это еще касаться не будем немножко дальше как вообще происходит работа arduino значит сам контроллер изначально то есть данный контроллер или вот этот скажем так данный контроллер изначально пустой у него надо заложить определенный ну скажем так заложить собственно ту инструкцию которые по которой он будет работать данная инструкция создается в специальном приложении айды и arduino она также доступна полностью на скачивание на официальном сайте вообще на сайте здесь много чего хорошего есть есть и схемы и софт и проект и так далее все то есть способы применения тоже ознакомьтесь пожалуйста так вот пишется определенный код так называемый скетч скетч впоследствии скетч пишется на языке arduino основанном на языке си плюс плюс также есть операторы команды то есть кому это интересно пожалуйста тут все все расписано подробно что для чего и как это надо также программирование arduino как я говорил есть более обширных уроках по arduino иными словами если сказать совсем просто скетч это та самая инструкция к действию то есть если на arduino придет сигнал о команде включи лампочку условно скажем то по образцу заложенного скетча допустим на ножку питания там пятую допустим условно да куда будет подключена собственно это лампочка я уж там не беру цепи дальше пойдет сигнал на включение этой лампочки там светодиодный допустим то есть скетч это та самая инструкция которая программируется в этот блочок arduino коды есть система соединения есть как в ней работать видео есть все этого момента я думаю мы дальше касаться не будем кому будет интересно там пожалуйста смотрите значит теперь непосредственно перейдем к воксу и работе с arduino первый момент это способ соединения по шнурку здесь применяется исключительно питон что должен делать питон питон должен открыть во первых начнем с того что когда вы подключили arduino в цепь вы подключаете в какое-то гнездо usb у каждого гнезда usb в вашей системе есть определенное название компорта порт 3 порт 5 порт 7 пор 10 зависимости от того сколько у вас usb входов задача питона в первую очередь в своем теле это открыть этот порт примерно код открытия порта выглядит примерно так более подробно знакомьтесь пожалуйста с питоном так вот питон сначала открывает код открывает порт потом в этот порт должен давать exo string допустим или еще что-то типа того давать какой-то сигнал например включи лампочку через порт проходит значит команда включи лампочку запрограммированный arduino в скетче команду включи лампочка воспринимает как команду собственно на включение и дает питание на пятую ножку но опять же это все зависит от того как вы запрограммируете скетч как вы запрограммируете команды питона надеюсь этот момент более менее понятен то есть первое действие питон открывает порт компорт второе действие он по порту дает какую-то информацию в контроллер все зависит от ваших задач но даже на простое включение лампочки это выглядит примерно так второй способ подключения подключение по вайфаю еще более интересные плагином вторым момент этот плагин tcp мы создаем порт создаем какой-то айпи мы создаем по сути веб-сервер так называемый данный веб-сервер данный веб-сервер вот сама arduino при добавлении на нее шелда подключение питания внешнего от блока питания в 5 вольт у вас скорее всего подцепиться сетью вайфай и на роутере вы получите в итоге какой-то айпишку и порт для управления вашим arduino все равно что как как смартфоном все равно что там смарт-телевизором и так далее так вот в плагине tcp мы создаем веб-сервер с айпишкой от arduino и каким-то портом для общения с arduino то есть для отправки на нее какого-либо сигнала вот мы создадим допустим 192 там 168 0 не знаю 59 допустим порт у нее там 80 85 86 допустим условно создаем простой веб-сервер делаем и и порт ну пускай 83 условно скажу сохраняем настройки все и получаем маленький такой сервачок смысл в чем этого сервера он будет являться тем самым буфером через который мы будем связывать arduino по вайфаю и компьютер при написании каких-то команд используется модуль скрейп и свойства или пост чаще всего пост отправка или get для некоторых моделей но чаще используется пост в url мы вбиваем нашу айпишку 192 168 059 двоеточие порт 83 для связи с веб-сервером и здесь мы ставим команду например ключи лампочку условно скажем данная команда при выполнении через tcp через созданный веб-сервер обратиться к arduino и даст ей команду на микроконтроллер включи лампочку соответственно микроконтроллер по скетчу его обработает и в нашем примере даст на пятую ножку сигнал на включение лампочки иными словами общая схема выглядит примерно так у вас должен быть компьютер плата arduino модуль с релюшкой и непосредственно потребитель в нашем случае это лампочка вся схематично все быстро все на руку компьютер или через вай-фай или через шнурок дает на arduino сигнал сигнал обрабатывается микропроцессором и на шин выдает на одну из пинов на одной шин какое-то действие далее шина идет сигнал на релюшку и релюшка уже имея свои там допустим в 1 220 выдает 220 на лампочку разрыв фазы или разомкнутой и лампочкой не горит вот примерная схема работы системы arduino я даже не знаю как это все объяснить не имея самого устройства и не имея возможности вам показать это все наглядно но общий принцип для самого-самого простого действия с arduino включение светодиода выглядит примерно так помимо ввода сигнала мы можем получать информацию с arduino то есть arduino должен в скретче быть запрограммирован так что он получает не получает а возвращает например сигнал или проверяет запитана ли ножка или еще что-то именно для этого и используется грамотный скретч вот это написание как вы можете видеть дайте кто знаком даже с банальным аж тем имелем здесь есть все основные команды if if else true false там вход-выход input output ножки переключается в режиме ввода информации или выхода информации можно проверку сделать если допустим ножка состоянии включенном допустим true то вернуть например event там или там например выключено тогда вернуть другое действие else там сделать например и так далее все зависит от того как вы напишите скретч как будет запрограммирован ваш arduino и какие задачи вы перед ним ставите тема я еще раз говорю очень большая это можно растянуть еще на 30-40 видео уроков пробуя разные устройства подключая разные устройства программируя настраивая но именно это видео сделано чисто для знакомства с arduino чтобы вы поняли что это такое как это должно взаимодействовать с воксом и понять вообще надо она вам или нет я считаю что здесь мы в общих чертах все сказали то есть если вы подключаете arduino штурком вам нужен питон если вы подключаете по вайфаю создаем веб-сервер на своей машине и по вайфаю обменивайтесь с ним данным также по порту вайфая он может возвращать вам например виде ивента то есть случае включения лампочки по скретчу arduino вам вернет команду на создание ивента и вы уже тут можете при получении этого ивента например сделать себе проговорку что там то класс лампочка включена и так далее скажу сразу я допустим не работал с вообще с такими вещами но опытные люди говорят что сам по себе arduino лучше не нагружать большим количеством задач и делать очень простые комбинации например получил единичку открыл шлюз получил нолик закрыл шлюз и так далее то есть не перенагружать его разного рода проверками проверкой сервака и так далее то есть полотна кода там нежелательны на arduino но хотя по переключению питания не держат очень хорошо да даже я бы хотел подвести какой-то итог данного видео плагин питона мы будем скорее всего разбирать в сообществе в том числе и скорее всего коммутацию модуля arduino питона может будем может не будем посмотрим я плагина питона буду касаться на канале только по мере его необходимости все основные данные будут в нем в основном сообществе плагин tcp мы сказали это модуль для связи с внешними устройствами по какому либо ip и порту опять же все зависит от того с чем вы захотите связаться если какое-то устройство с подобной коммутацией так в дальнейшем мы с вами разберем другие плагины календарь watcher модуль погоды проба би обязательно вот а на этом я пожалуй закончил всем спасибо за внимание надеюсь данные видео урок немножко пролил вам свет на то как взаимодействовать с внешними модулями более подробную информацию вы можете как я уже сказал найти как на сайте arduino так и на других каналах ссылочки будут в описании всего того о чем я говорил в данном видео что ж спасибо за внимание друзья и до новых встреч